Новости продолжают эфир. В студии работает Виктория Антонишина и я Вера Захарчук. Здравствуйте. В Североказахстанской области участники программы СРПН могут стать обладателями жилья. Сейчас рассматривается вопрос выдачи им сертификатов экономической мобильности. Об этом на первом выездном заседании Республиканского проектного офиса программы в Петропавловске сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дзюсенова. Подробности в сюжете. Североказахстанский университет имени Монаша Кузыбаева установил партнерские отношения с университетом Аризоны в США, а также внедрил систему двойного диплома. Так ВУЗ реализует международную образовательную программу. Студенты университета проводят научные исследования по управлению водными ресурсами под руководством профессора из Китая. Заместитель премьер-министра страны посетила лабораторию университета. Тамара Дзюсенова встретилась со студентами, среди которых выпускники программы СРПН. Я поступил в этот ВУЗ в 2016 году. Приехал из Туркестанской области. В 2020 году окончил университет и сейчас работаю на предложенной ВУЗом работе. В дальнейшем планирую связать свою жизнь с этим городом. По программе СРПН Североказахстанской области прошли обучение и продолжают учиться 1350 студентов. В университете открыли региональный проектный офис, где специалисты работают с каждым индивидуально. Сегодня 68 студентов, которые планируют закончить учебу в Североказахстанской государственной университете. Мы знаем их интересы. Мы на данный момент уже привязали их к работодателям. Они либо проходят практику, либо проходят дуальное обучение уже на предприятиях. После чего мы будем проверять момент заключения индивидуального договора, трудового договора с ними. Следующая задача трудоустройства выпускников программы СРПН. В этой связи местные власти заключили соглашение с различными компаниями. 19 из 300 наиболее крупные предприятия области. К примеру, на недавно открытом заводе по глубокой переработке древесины готовы трудоустраивать студентов. Мы уже четвертый год сотрудничаем с этим университетом и принимаем студентов из университета для стажировки. Тем более, в нашем регионе молодых специалистов не хватает. Это очень полезная программа для нашего компании, для нашего региона. Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова приняла участие в первом выездном заседании республиканского проектного офиса программы СРПН. На встрече подняли вопрос о необходимости проведения профориентационной работы среди старшеклассников в южных регионах, что придаст новый импульс программе СРПН. А также обсуждались вопросы подготовки специалистов в соответствии с потребностями работодателей. До сих пор мы слышим эхо о том, что работодатели говорят, что нам готовят не тех кадров или не качественных кадров, не говоря о том, какие профессии им нужны. А университеты считают, что мы готовим те кадры, которые нужны. Вот это вот, значит, для того, чтобы это разногласие снять, вот как раз-таки нужно реализовывать программу СРПН с определением потребностей работодателей. Отметим, что в стране созданный республиканский проектный офис при Министерстве науки и высшего образования и региональные офисы, которые будут взаимодействовать с работодателями, центрами занятости и университетами, а также и колледжами, которые тоже будут участвовать в программе СРПН. Также на выездном заседании подняли вопрос обеспечения жильем выпускников программы СРПН. Рассматривается возможность выдачи им сертификатов экономической мобильности. В завершении встречи вице-премьер дала ряд поручений местным властям по данной программе. Наталья Волкова, Тулегина, Манов, Петропавловск, 24КЗ. 115 семей из Акмолинской области отпраздновали долгожданное новоселье. Накануне жителям Кукшутау и Кош вручили ключи от новых квартир комфорт-класса. Их закупила Кемат области в рамках реализации программы по обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения. Подробности у Тамерис Белял. АПЛОДИСМЕНТЫ Для больше сотни семей Акмолинской области этот день действительно особенный. У них появились собственные квартиры. Жильем многодетные матери, сироты и оказавшиеся в сложном положении жители ожидали годами. Долгожданные ключи новоселам вручает лично Акимобласти Марат Ахмеджанов. Он отметил, сегодня в регионе делают особый упор на создание комфортных условий для населения. Обеспечение граждан жильем является одним из приоритетных направлений государства, на которые наш президент Асмеджимар Кемилиш Тухаев уделяет особое пристальное внимание. Сегодняшнее событие – это конкретная реализация политики нашей главы государства. Еще раз хочу вас от всей души поздравить, пожелать вам благополучия, уюта в этих новых квартирах. Почти полсотни семей заехали и в новые дома микрорайона Сараарка в Кукшитау. Среди них многодетная мать Махабад Даргенова. В очереди на собственные квадратные метры семья стояла много лет. Счастье моей дочери – это и моя радость. Мы так долго ждали свои квартиры. Очень просторная, уютная. Спасибо большое. Обладателями новых квартир стали и пять семей сотрудников ДЧС Ахмолинской области. 67 квартир вручили жителям из города Хосшой. Реализация программ по обеспечению населения жильем будет только продолжаться, подчеркнул глава региона. Обретение своего жилья – это большой праздник для каждой семьи, для каждого человека. Я знаю, что вы очень долго ждали. В этом году по новой программе уже она дала возможность. Мы до конца года обеспечим социально уязвимых слоев населения. Это многодетные матери, сироты и другие нуждающие граждане. 160 квартир будут до Нового года обеспечены в городе Хосши. Эмоции не может сдержать и Гульхан Каирбекова. Для нее это не просто ключи от квартиры, а символ сложного и большого пути, который прошла многодетная мать. Я безмерно счастлива. Это долгожданная квартира для всей моей семьи. Мы бесконечно благодарны нашему государству, нашему президенту страны. Желаю каждому жителю обрести такую квартиру мечты. Поздравляю всех, кто сегодня празднует новоселье. Для многодетных семей, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями и других нуждающихся граждан в Хосши до конца года планируют приобрести еще больше ста квартир. В целом, жилищное строительство области уже инвестировали свыше 200 миллиардов тенге и сданы около 2 миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, почти 12 тысяч акмолинских семей смогли обзавестись собственными квадратными метрами. В столице в жилом массиве Уркер порядка тысячи абонентов подключили к природному газу. Это стало возможным после строительства газораспределительных сетей и частная компания «Казахжулу» выполнила работу за свой счет. Камила Алтенбек расскажет. Планомерная газификация жилых массивов продолжается в столице. Среди абонентов – жители улицы Актамбер-де-Жирау. Байгорым Хосенов одним из первых ощутил преимущество природного газа. До вчерашнего дня мы топились печкой, угольная печь. Запас угля был. Сказали, в ноябре подключат нас. Вчера нас подключили полностью. Новую газовую колонку нам установили. «Казахжулу» теперь уже можно смело уезжать из дома в гости, не бояться ничего. Процесс газификации массива проходит поэтапно. За два года возможность использовать голубое топливо получат свыше 5000 абонентов. Среди них – жители частных домов и жилых комплексов. Планы большие. Они будут координироваться с городским Акиматом, отметил директор компании «Казахжулу» Жанебек Мухамбеталы. В текущем году обеспечено было тысячу абонентов в Уркере-1 и в Уркере-2. Это было пилотно, потому что мы выступили с частной инициативой местной городской Акимат. Городской Акимат поставил задачу социально стабилизировать ситуацию среди местного населения. Чем отличается именно наша инициатива тем, что ноль денег с бюджетного финансирования на строительство газораспределительных сетей. Всего для газификации Уркера планируется построить 173 километра газовых сетей. На данный момент завершено около трети запланированных работ. Запуск голубого топлива в жилмассиве, как отметили в компании «Казахжулу», стал возможным благодаря совместным усилиям Акимата Астаны, Минэнерго и Казахгаз Аймак. Камила Алтымбек, 24КЗ. К новостям в мире. В Таиланде 9 человек погибли и сотни тысяч пострадали из-за наводнения. Сильнейшая за последние 30 лет стихия затронула 8 провинций на юге страны. Разрушено больше полмиллиона строений. Военные спасатели продолжают эвакуировать жителей. Синоптики предупреждают, что проливные дожди продолжатся еще несколько дней. Сезон мусонов вызвал и разрушительные наводнения в соседней Малайзии. Там за три дня более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Число жертв наводнений и оползней в центральной части Шри-Ланки возросло до 12. Половина из них дети. Еще 20 человек получили ранения, передает рейтер. Больше всего жертвы в городе Бадула. На него пришелся основной удар стихии. Там затопило почти 2000 домов, сельхозугодия и чайные плантации. Размыло дороги. 450 тысяч человек остались без крова. На данный момент эвакуированы около 40 тысяч жителей. В спасательных работах задействованы 3000 военнослужащих и авиация. По данным метеорологов, непогода вызвана циклоном в Бенгальском заливе. Сейчас шторм движется в сторону Индии. В Испанской Валенсии вновь прошли акции протеста из-за наводнений, которые обрушились на страну в октябре. Люди по-прежнему остаются недовольными реакцией властей на стихийное бедствие, унесшее больше 200 жизней. Демонстранты обвиняют региональное правительство в позднем оповещении об угрозе. Митингующие заявили, что чувствуют себя брошенными. Они требуют ответов и действий от властей. Мы ощущаем, что мы остались без поддержки. Мы чувствуем себя брошенными. Когда сирены прозвучали, вода уже доходила до моей шеи, как и у многих других жителей из моего района парка Алкоса. Тревожные сигналы сработали тогда, когда уже многие погибали. Нет гуманитарной помощи. Поставка идет с опозданием. В Китае появилась новая страховая услуга, которая покрывает случаи смерти, связанные с переутомлением на фоне переработок. Инициативу запустила одна из крупнейших страховых компаний КНР. Потенциальным клиентам предлагают платить от 18 юаней в год. Это чуть больше тысячи тенге. При наличии страховки ее обладатель в экстренной ситуации может претендовать на возмещение в размере до 600 тысяч юаней. Это примерно 42 миллиона тенге. Реклама полиса вызвала негативную реакцию. У китайских граждан, жителей страны, обвинили страховую компанию в том, что она продвигает противоречивую культуру. В Париже после пятилетней реставрации свои двери открыл Нотр-Дам. Обновленный интерьер собора первым осмотрел президент Франции Эммануэль Макрон. Он поблагодарил всех, кто восстанавливал историческое здание. Отмечу, к работам привлекли 250 компаний и сотни специалистов. Самой сложной задачей было восстановление крыши и шпиля. На работы потратили 700 миллионов евро, часть из которых частные инвестиции. Напомню, в 2019 году сильный пожар частично уничтожил один из главных символов страны. Точную причину возгорания следствие так и не установило. Допускают версию халатности или короткого замыкания, а вот поджог исключили. Официальное открытие собора Нотр-Дам-де-Пари для посетителей состоится 7 декабря. Вторые сутки над городами Казахстана сохраняется густой смог. В Казгитромете уточнили, что на качество воздуха повлиял антициклон. Он принес безветренную погоду, без осадков, поэтому выхлопы и пыль держатся в воздухе дольше. Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют и завтра в ряде городов страны. В Астане, Ак-Тобео, Ост-Каменогорске, Семее, Кустанае и в Павлодаре. Пять предприятий области Улытау, источников загрязнения окружающей среды, включили в число топ-50 промышленных объектов страны, над которыми ведут непрерывный экоконтроль. Установленные на производствах системы мониторинга выбросов позволяют отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Об этом на встрече с жителями региона и представителями общественных объединений сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Насанбаев. Эти крупные производства со следующего года должны внедрить новые технологии, чтобы снизить негативную нагрузку на экологию. Те предприятия, которые не проведут необходимые работы, будут платить за эмиссии в окружающую среду по повышенным ставкам. Недавно принята дорожная карта, рассчитанная до 2028 года. В документе запланирован ряд мер, направленных на решение экологических проблем региона, в их числе связанные с водоотведением и очисткой источных вод, озеленением города. Оперативности требуют вопрос сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Необходимо увеличить число техники, которые вывозят мусор, и упорядочить полигоны. Что касается переработки отходов, то в области уже проверяют проект компании, которая намерена перерабатывать пластик, бумагу, шины, строительный мусор. Горный ландшафт Грузии мешает передвижению грузовых машин. Это постоянная проблема в зимний сезон, отмечают местные жители. Вот и сейчас международная дорога по направлению к России вновь закрыта для грузовиков и легковых автомобилей. Среди водителей есть и наши соотечественники. Юлия Тужилкина встретилась с теми, кто застрял на обочине. Мы находимся на военно-грузинской дороге, ключевой транспортной артерией, соединяющей Грузию и Россию. Этот маршрут с богатой историей, восходящей к временам караванной торговли, неизменно остается испытанием. И каждую зиму природа вновь напоминает. Здесь она устанавливает свои правила. Закрытие этого пути в зимнее время – обычное дело. Трассу перекрыли для всех видов транспорта из-за гололеда и лавины опасности. Ландшафт тут сложный. Дорога проходит через высокогорные перевалы и ущелья. Остановка проезда серьезно влияет на движение пассажирского и грузового транспорта, так как эта дорога – важнейший торговый коридор через Кавказ. Я еду с Турции транзитно через Грузию, в Казахстан домой еду, но у меня электроприборы, ну это бытовые техники. Погода нелетная, ну так-то все нормально, ну где-то четвертый день стоим, ну видно все работает, все чистит. Снег идет, они правильно делают, машину не пускают. Если пускать будет, там не можно подняться, там гололед. Я сам с Киргизии, я с Турции к Киргизии езжу, краску возьму. Дальнобойщики, которые часто ездят по этому маршруту, привыкли к зимним стоянкам на обочине. Такие задержки будут продолжаться до февраля. Сейчас же, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление. Осадки прекратятся до 6 декабря. Что касается прогноза на месяц, то температура будет держаться примерно плюс 3, что на 1 градус больше нормы. Что касается прогноза погоды на всю зиму, пока в этом направлении идет работа. Можно сказать, что по сравнению с прошлым годом зима будет холоднее. Но пока детально сказать не можем. За последние 10 лет не было такого, чтобы холодными были все 3 месяца. В прошлом году, к примеру, была очень теплая зима. Всего в электронной очереди на проезд на территории Грузии стоят более 2000 грузовиков. Некоторые участки на дороге грузии на российской границе уже начали расчищать. Возможно, трассу откроют в ближайшие дни. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурамилашвили, 24КЗ, Грузия, военно-грузинская дорога. За 20 лет уровень воды в Каспийском море снизился на 2 метра. По данным ассоциации ЭКОЖЕР, с 2005 года он ежегодно снижается на 20 сантиметров. Для изучения моря и его биологического разнообразия в начале года был создан Казахский научно-исследовательский институт. Но чтобы ученые могли приступить к работе, экологи призывают искорить решение организационных вопросов. Обмеление Каспийского моря в первую очередь сказалось на судоходстве. Например, танкеры, которые заходят в казахстанские порты, не могут теперь принять груз в полной мере из-за опасений сесть на мель. В некоторых местах глубина составляет всего 5 метров. По словам председателя областного совета ассоциации ЭКОЖЕР, Адильбека Козыбакова, проблема прежде всего связана с сокращением водостока Волги. Он уменьшился на 25-30%. 80% воды поступает из Волги. Со стороны России по реке построено множество гидросооружений и водохранилищ, забирающих воду. Поэтому вопрос обмеления надо решать в сообща с соседями. Это большая проблема для всех стран, имеющих выход к морю. Для Азербайджана, Казахстана, Ирана, России, Туркменистана. За последние 10 лет в Мангисталской области большое внимание уделяли развитию туризма. Благоустроили набережную, построили фешенебельные отели. Каспий стал популярным местом отдыха. Обмеление моря может свести к нулю эти усилия, считает местный фотограф Канадпек Кенчигулов. Здесь раньше была вода. У меня есть фотографии 2021 года. Там запечатлены птицы, сидящие на камнях, которых почти не видно под водой. Теперь они оголились на метр. Изменения, происходящие на море, видны невооруженным глазом. И это беспокоит общественность. От обмеления моря страдают не только судоходство и туризм. Из-за снижения уровня воды на дне моря могут образоваться газы, говорят ученые. И это грозит существованию животного и растительного миров. Чтобы научно обосновать эти гипотезы, нужны серьезные исследования. Для этого глава государства поручил создать научно-исследовательский институт Каспийского моря. Однако научное учреждение еще находится в процессе формирования. Об этом заявила главный эксперт Министерства экологии и природных ресурсов Рита Орнбасарова. В настоящее время идет процесс передачи имущества Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря из Министерства водных ресурсов и эрикации на баланс Минэкологии и природных ресурсов. Соответствующее постановление правительства сейчас проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами. Научное учреждение будет базироваться в Актау. В Минэкологии заверяют, как только решат орг-вопросы, ученые приступят к исследованиям. Они будут изучать экологические проблемы и причины обмеления Каспийского моря, гибели тюленей и рыб и работать в тесном сотрудничестве с коллегами из прикаспийских стран. Казахстан и Германия выразили готовность к совместной работе в сфере науки и бизнеса для развития зеленой экономики. Об этом стороны заявили в ходе конференции программы «Клайнт» в Берлине. Программа Федерального министерства образования и научных исследований Германии направлена на поддержку ученых со всего мира. В рамках проекта финансируют инновационные разработки, направленные на снижение загрязнения окружающей среды, рациональное использование ресурсов и создание доступа к экологически чистой энергии. Всего Германия поддерживает свыше 80 научных проектов в 32 странах. На эти цели выделено около 150 миллионов евро, в том числе 20 миллионов для стран Центральной Азии. При этом Казахстан получил основную часть этих средств. В Центральной Азии 15 проектов у нас есть и больше всего находится в Казахстане. Это 8 проектов, и они очень успешно работают, потому что в Казахстане есть очень сильные университеты, изливательские университеты, хорошие партнеры, и есть большой интерес работать. Были примерно 10 миллионов евро в Казахстане, и также есть софинансирование с казахстанской стороны. Значит, партнеры из Казахстана, они тоже финансируют часть таких проектов, что очень нам помогает. По направлениям Агрикалча есть ряд проектов, которые реализовывались именно на юге Казахстана, с учетом потребностей. Также по водроменеджменту есть направление проектов, где наши ученые как раз совместно с немецкими учеными, приглашенными экспертами Северо-Союза, они прорабатывали вопросы именно по правильному управлению, эффективному менеджменту воды, а также по направлениям по обработке. В целом мы призываем научное сообщество активно участвовать в международных проектах, потому что это дает возможность внедрить новейшие технологии, участвовать, и этот опыт тиражировать у нас в Казахстане и производить трансфер технологий в нашу страну. В столичном аэропорту сегодня праздник. Воздушная гавань отмечает 93-й день рождения и 20-летие со дня реконструкции терминала внутренних вылетов. Официальная дата празднования 1 декабря, но цветы и подарки дарить здесь начали раньше. Саня Акубжасарова с подробностями. Главный подарок о дню рождения – это 8-миллионный пассажир. Его ожидают принять в местном аэропорту уже в начале декабря. К слову, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом здесь вырос на 20%. Столичная гавань намерена расширять направление. В планах Индия, Гоа, Нью-Йорк, Вьетнамский Донан. Мы надеемся, что с приходом инвестора наш терминал будет расширяться, улучшаться. Будет больше рейсов международных, внутренних. Сегодня в центре внимания ветераны авиации, строительной отрасли и архитектуры. Только в Совете при воздушной гавани состоят 200 человек. Для каждого из них важны успехи аэропорта. Мухиддин Байбетов – в прошлом начальник отдела грузоперевозок. Однако и сейчас всегда интересуется объемом пассажира и грузопотоков. По СНГ наш аэропорт занимает одним из первых мест. Значит, допуски всех типов самолетов может применять. Начиная от маленьких малоавиаций, кончая Руслан. Иль 76-й, Боинг 747-й. Даже Аэрбаз 380 может принимать. Позволяет полоса и светотехнические оборудования, аэронавигация. Воздушная гавань Астаны выполняет рейсы по 18 внутренним и 40 международным направлениям. Задействовано 30 авиакомпаний, 5 из них – отечественные. К следующему дню рождения эти цифры вырастут, уверены представители аэропорта. Сыня Кубжасарова, Иржан Рахман Бердиев, Д4КЗ. В Алматы состоялась презентация книги «9123», посвященной истории отечественной музыки. Издание охватывает более 30 лет музыкального наследия Казахстана. Рассказывает о становлении и развитии культуры через творчество известных и молодых еще исполнителей. Книга вышла на двух языках. Над ней трудились и работали два года. Соавтор Александр Медведев отметил, что музыка – это настоящее отражение духа времени, политических и культурных изменений нашей страны. Все эти изменения, всю эту эволюцию жанра, всю эту эволюцию явления мы рассматриваем, изучаем, попутно рассказывая о самых интересных артистах. Ну, не о самых, пытались охватить практически все. Понятно, что, чтобы охватить всех артистов, нам не хватит и тысячи страниц, да, у нас здесь 600. Но самые основные, самые ключевые здесь, конечно, собраны. О них можно почитать. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.